Если вам нравится косплей, и также если вы хотите научиться как делать различную атрибутику ваших любимых персонажей с игр, такие как шлемы, маски и многое другое, то заходите и подписывайтесь на канал Кей Рил, он будет этому очень рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Адисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, ребята, я очень надеюсь, что вы ждали эту серию с этой рубрикой, потому что сегодня мы будем учиться как делать настоящую машину, супер машину в ванильном Майнкрафте, которая умеет парить в небесах. Ребята, это все мы рассмотрим чуть позже, потому что перед этим я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, я даю вам свое слово, ребята, запомните, как только наберем 1500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия без модов, поэтому не постесняйтесь, поставьте лайк, если хотите видеть новую серию как можно быстрее. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, ребята, я вас всех люблю и также ценю, поэтому вступайте в нашу большую дружбу с 7 подписчиков, потратите на меня 2 секунды на лайк, на подписку, я буду этому очень сильно рад и выпущу новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, да-да-да, и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем приступать и посмотрим, как же сделать реальную машину в Майнкрафте. Вам не понадобится ни единый мод, ни единый ресурс пак и также версия Майнкрафта 1.9. Только на этой версии эта команда будет работать. Я помню то, что мы уже делали машину несколько раз и было много жалоб, что машина выглядела как обычный блок из Майнкрафта. Это потому что не было ресурс пака, то есть вы его не смогли скачать или найти. Но сейчас, ребята, вам не понадобится ни единый ресурс пак, потому что это полностью ванильная машина. Но в первую очередь, ребята, давайте мы выдадим себе командный блок. Выдается он очень просто вот так, ребята. Кто спрашивает, как выдать командный блок, вот так, ребята. Я не знаю, я не знаю. Бегите за маминым телефоном и делайте фотку, но запомните, как выдать себе командный блок. И больше, ребята, не спрашивайте, потому что он выдается вот так. Мы нажимаем Enter, выдаем себе и ставим блок на землю. Но не спешите, ребята, потому что на этот блок нужно поставить еще один блок, чтобы у нас была вот такая, ну, если это можно, конечно, назвать, структура. Но все же, ребята, в первый блок, снизу, мы вписываем команду. Не нажимаем активировать, просто нажимаем хорошо. Мы его не активируем. Сейчас нам нужно скопировать вторую команду. Кстати, ссылочка на команду уже на две команды находится в описании. Заходите, копируйте и также вставляйте ее в ваш ванильный мир Майнкрафта. Тем самым спамните реальную машину. Сейчас, ребята, во второй блок, который находится на первом, мы вписываем вторую команду, но только удаляем вот это последнее слово супер машины. Потому что почему-то с этим словом команда не работает, я уже проверял. Удаляем вот это слово. Нажимаем так же хорошо и сейчас, ребята, мы можем активировать наш первый блок. Снизу, не сверху, только снизу. Активируем и ждем, пока наша махина установится. Ждем, 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 ждем. И машина была успешно установлена. Все, ребята, все, все. Машина в смысле командных блоков. Да, в принципе, сама машина, все, что вам нужно, это сейчас просто ее скрафтить. Вы можете дезактивировать вот эту махину с командных блоков. То есть мир перестанет лагать, потому что эта машина просто-напросто не будет больше работать. Но вы также можете ее повторно активировать, чтобы сама машина могла быть скрафчена. Также, ребята, тут у вас есть рецепты и удалить машину. Но, 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 возле этой махины вы можете поставить вот эту команду. Set World Spam. Для чего это делается? Для того, чтобы ваш мир больше не лагал. И для того, чтобы вот эта команда работала в любом уголке вашего мира. Поэтому, ребята, поставьте. Ну, это не так-то сложно. В принципе, просто-напросто вы избежите лагов. И также того, что машина может просто-напросто перестать работать. Но, да ладно. Сейчас мы будем учиться, как же сделать реальную машину. Потому что она уже была установлена в наш ванильный мир Майнкрафт. Какие ресурсы нам понадобятся? Нам понадобится 16 поршней. Не липких поршней, а обычные 16 поршней. И также 16 редстоун факеров. Для чего? Для того, чтобы скрафтить двигатель. Да, это двигатель машины. То есть, пока что вы с ним еще ничего не можете делать. И вы, конечно, можете ее заспавнить. Но, ну, как вам сказать? Я не знаю, вряд ли это можно назвать двигателем. Хоть он, в принципе, крутится. Это можно сказать какое-то инопланетное существо с именем двигатель. Не знаю, наверное, родители посчитали, что это будет крутое имя. Но никогда не называйте своих детей двигатель. Да, это не очень круто. Но все же, ребята, сейчас нам нужно приступить ко второй стадии. Нам нужно выдать себе... Точнее, не выдать, а просто-напросто взять 10 блоков железа. Выкидываем на землю и также выкидываем наш двигатель. Тем самым у нас получается автомобиль. Автомобиль в студию или там на барабане. Я не знаю, господин Якубович знает про лучшее. Но все же, ребята, сейчас вы можете заспавнить реальный автомобиль в Майнкрафте. В принципе, то, что сейчас мы сделаем. Вот он, ребята. Да, я согласен, он простенький. Но вам тут не понадобится ни единственный ресурс пак, ни единственный мод. Это полностью ванильный Майнкрафт. И согласитесь, что это вот такой маленький, но уютный, симпатичный автомобиль. Реально будет полезен и просто-напросто послужит отличным украшением. Потому что любители строить дома, например, если у вас есть огромный дом и в нем присутствует гараж. Это будет отличный автомобиль, который просто действительно очень хорошо впишется в ваш гараж и будет его украшать. И в любое время вы можете просто-напросто сесть в него и поехать куда вам угодно. Но, смотрите, ребята, мы можем уже поворачивать в любые стороны. Но я нажимаю вперед, вот, слушайте. Я нажимаю вперед, но ничего не происходит. Автомобиль просто-напросто не сдвигает с места. Какие могут быть варианты, почему он не работает? Конечно же, в первую очередь вариант то, что нету бензина. Но, к сожалению, автор не добавил бензин в эту команду. Было бы реально круто. А, во-вторых, нам нужно вставить ключ, чтобы завести саму машину. В принципе, сейчас этим мы и займемся. Как нам сделать ключ? Мы выдаем себе вот эти два предмета. Бесполезно. Я, если честно, не знаю, использовали ли вы когда-то вообще вот этот предмет. Потому что, ну, самый в какой-то степени ненужный предмет в Майнкрафте, я так считаю. Но все же, ребята, что нам нужно сделать с этими предметами? Вставляем первый ключ для того, чтобы... Да, я уже проговорился. Вставляем первый предмет для того, чтобы переименовать его в ключ. Самое главное, пишите на английском и с маленьких букв. То есть, первая большая буква и потом две маленькие буквы. И также еще один вот такой же предмет. Только сейчас мы пишем большими буквами. Для того, чтобы потом удалить саму машину. Но это потом. Все. Больше нам наковальня не пригодится. Сейчас, ребята, мы обратно садимся в наш автомобиль. И кидаем ключ на землю. Млю. Да, все нормально. Я подумал, что перекрутило нашу машину. Кидаем ключ на землю. И как вы видите, машина работает. Даже дым с выхлопной трубы начал выходить. Но, если вы хотите опять заглушить двигатель, выкидываем ключ. Ой, стоять, 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 стоять. Стоять, стоять на месте. Стоять на месте. Стоять. Если вы опять хотите, то вы можете выкинуть опять ключ на землю. И машина перестанет работать. Как вы видите, это реально очень круто. Но сейчас, ребята, мы хотим посмотреть, как же машина будет работать. Поэтому мы выкидываем еще раз ключ. Выкнуть ключ на землю. И сейчас нам нужно сдвинуться с места. Вы можете нажимать вперед, но машина также не будет ехать. Вам нужно выбрать первый слот вашего хот-бара в Майнкрафте. Нажимаем. И все, ребята, вы можете ездить. Я даже ничего не делаю. Это у нас автопилот. То есть, видите, руки у меня тут, но машина продолжает двигаться. Как вы видите. Это у нас первый слот. Если вы нажимаете на него, то машина будет очень и очень и очень медленно двигаться. То есть, это первая скорость. Если вы хотите, то чтобы машина начала побыстрее двигаться, вам нужно перейти на второй слот. Нажимаем на второй слот. И машина прям... Это уже даже не первая передача. Это уже последняя передача. Знаете, с первой передачи на самую последнюю. Как видите, машина реально начала очень быстро двигаться. Вы можете двигаться вперед. Вы можете повернуть налево и двигаться влево. Вы можете повернуть направо и двигаться вправо. Вы также можете двигаться назад. Но это не только четыре стороны, куда вы можете направляться. Если вы, например, посмотрите туда, то вы можете бомком направляться. Это, в принципе, очень даже круто. И как видите, машина реально очень полезная и очень нужная. Нужная, она также может, ну как это сказать, как лошадь, что может лошадь, лошадь может забираться на блоки, то есть смотрите, вам не нужно иметь плоскую поверхность, это было бы тупо и глупо, и машина бы действительно была бесполезной, но вы можете забираться на блоки, это реально очень даже круто, если мы даже, вот, сейчас, сейчас, а ну знаете, так, вот машина остановилась, но я хочу попробовать, ребята, Сейчас мы проведем некий эксперимент, было бы круто, если бы я его смог провести, но я уже немного спалил фишку, но все же, ребята, ничего такого страшного, сейчас, ребята, мы проведем некий эксперимент и попробуем забраться вот туда наверх, если это, конечно, у нас получилось бы, да, если бы машина двигалась немного помедленнее, но все же, ребята, сейчас мы можем взлететь, как мы можем взлететь? Давайте мы доберемся вот туда до плоской поверхности, чтобы не спускались вот с этих, вот с этого моста, да, вот быстренько сюда доберемся, давай, 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 и вот тут остановимся, все, заглушили двигатель, ну, не двигатели, просто на нейтралку поставили Сейчас, ребята, допустим, мы хотим взлететь, в первую очередь нажимаем на первый слот Вот, мы начинаем движение Первая передача, просто чтобы начать движение Если вы хотите взлететь, нажимаем на третий слот, и мы постепенно, 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 постепенно начинаем взлетать Сможем взлететь, ребята, сможем взлететь до того, как столкнемся с этим зданием Аааа, ух, прям, это прям, это все было рассчитано, ребята, это все было рассчитано Сейчас вы можете лететь, как вы видите, это очень круто, да, но, если вы хотите, например, остановиться, чтобы больше Дайте я даже сниму наушники, потому что это очень даже громко Если вы хотите остановиться и больше не подниматься вверх, вот, вот, набирать высоту, то нажимаем на двоечку И мы просто-напросто будем двигаться на определенной высоте, вот сейчас мы находимся на какой высоте? На 71, и мы на этой высоте 71, дальше будем продолжать двигаться, все Если вы хотите взлететь еще выше, выбираем опять третий слот, и мы опять продолжаем подниматься вверх Как вы видите, нажимаем на второй слот, и мы будем двигаться в этом направлении, на вот этой высоте Если вы хотите снизить высоту, или просто-напросто спуститься на землю, чтобы продолжить движение уже на обычной дороге А не, как не знаю кто, в воздухе, нажимаем на первый слот, и мы спускаемся вниз на машине И продолжаем движение уже обычным человеческим путем по дороге на колесах, а уже не в небе, как, допустим, вот сейчас Ну, в принципе, ребята, все, на этом заканчивается вся прелесть этой машины Мне вот интересно, знаете что, а могу ли я, могу ли я убивать людей и животных на этой машине? Мне просто интересно, можно ли вообще это сделать? А давайте мы, в принципе, сейчас это и проверим, а? Мне кажется то, что этого хватит Давайте, ребята, попробуем, возможно ли это Ну, запрыгни ты уже в машину, а? Да запрыгни ты нахер! Вот, замечательно Ну что, ребята, давайте посмотрим Аааа, нет А, хотя нет, хотя нет Возможно, да, это возможно давить людей, давить животных и, в принципе, убивать О, 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 как круто Убивать всех подряд, есть небольшая задержка, как я понял Хотя нет, больше ее нету Вот сейчас опять была Сейчас нету Ну, короче, в принципе, возможно В принципе, возможно, и это очень даже круто Ну, да ладно, ребята Оставим вот этих мирных существ Еще только вот этого носатого, пожалуйста У-у-у Задави-задави-задави Что-то он какой-то нахрен бессмертный, что ли? Носатый, ау Он, он походу бессмертный, а? Этот бессмертный, а вот эти? Ааа, я понял Аааа То есть на первой скорости У вас недостаточно высокая Мощь для того, чтобы передавить Всех подряд, а только на второй скорости Вы можете давить всех подряд, но в принципе, ребята Все, на этом заканчивается Наша машинка и в принципе вся прелесть нашей машинки Чтобы ее удалить, выходим с нее И выкидываем вот этот второй ключ Рэмофкар на эту машинку, тем самым Ее удаляем. Все, ребята, на этом Заканчивается вся прелесть этой команды Я надеюсь, что вам понравилась эта команда Конченый дождь Которая опять нам мешает Ребята, я надеюсь, что вам понравилась Новая серия рубрики без модов Если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее Вы знаете, что делать, вам нужно поставить лайк Я, как уже сказал на начале этой серии Я даю вам свое слово Как только мы с вами дружно наберем 2500 лайков на вот этой серии Сразу же выйдет следующая серия Без модов, ну или чего-то другого Я вам обещаю, поэтому не поленитесь Поставьте лайки и мы можем выпустить Даже второе видео за один день То есть два видео за один день, если мы сможем набрать лайки В течение там нескольких часов Поэтому, ребята, не стесняйтесь Ставьте лайки и также подписывайтесь на мой канал Потому что каждый подписчик для меня как друг Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую И дружную семью подписчиков Я прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды На лайк и подписку Ребята, большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца Вы реально молодцы Я также приглашаю вас на просмотр нового видео Которого выходит каждый день на моем канале Никогда не стесняйтесь Приходите, я всегда буду рад Видеть вас на просмотре новых видео Ребята, я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока